так пока хотел показать работу камушка 1 значит это на него часера 1000 грит значит бритва ритоку тестовая бритва так ну 50 кругов на тысячнике все это достаточно чтобы эту вот риску 1000 нанести и все так сейчас мы на компьютере значит посмотрим и зафиксируем нашу риску потом в конце видео я ее покажу так вот ищу бред 1000 гривит так на 10 риску плохо видно с этой стороны 1000 грит это освещение здесь лучше так вот ищу бред так все теперь берем наш камушек который как так значит камень это кутикул не знаю какой слой с какого он слоя так значит вот беру слурик ну по-моему с того же слоя он кстати вот с этой стороны похож на ватнеус вот эта сторона какая-то однотонная и ну сейчас посмотрите какая вот чуть-чуть буквально навел суспензии камень такой плотный ну как бы вот как песчаник какой-то то есть вот теперь слушайте как работает смотрите с какой скоростью работы по моему кругу 60 что ли я Так, сейчас тоже наверняка, да? Нормально, да, суспензия? Даже суспензию не буду менять. Ну, вот сто кругов с другой стороны, да? Скорость феноменальнейшая у камня. Вот. Но, там, не знаю, конечно, он для финишника. Мне кажется, чуть-чуть крупноват, может быть, или это предрассудки такие. То есть, настолько он быстро работает, что не верится, что финишник вообще так может, да? Ну, предфинишник, да, скажем так. Вот риску, скажем, почистить после, я не знаю, после тысячника или трёхтысячника. Да, трёхтысячник ему вообще это, по-моему, детские игрушки. Тысячник? Ну, вот сейчас посмотрим, как он за сто кругов. Ну, вот, смотрите, с тысячником он разобрался конкретно, да? За сто кругов. Ну, вот здесь ещё там лохмотья болтаются. Это, по-моему, риску он, говорит, заусенец не слетел. Ну, видно, как, да? Почистил. Очень даже не слабо. Рядом съёмку делать. Ну, вот, смотрите, с тысячником он разобрался конкретно, да? За сто кругов. Так, ну, теперь попробуем... Так, теперь давайте попробуем чистый камень. Так, ну, тоже давайте кругов 80 хотя бы. Так, ну, здесь начинает, видимо, чуть-чуть. Суспензия там или что. Чуть-чуть начинает серый. Хотя, нету, он, камень, ну, похоже, что очень мелкий. То есть он не работает так, чтобы съём прямо делать. Сейчас давайте попробуем под струей воды. Потому что зерно у него вываливается довольно интенсивно. И он, даже когда работаете на чистом камне, он типа, типа даёт суспензию и начинает работать суспензии. Вот. А мы попробуем, чтобы прямо чистейше. То есть мы на чистом поработали. Ну, там суспензии совершенно только, может быть, начинало образовываться. А сейчас вот, ну, прямо уж на чистеньком. Реально. Посмотрим, вот сколько кругов там пробежались, да. Причём этот камень интересен. У него была рабочая обратная сторона. Но она что-то скалывалась. Я, собственно, его и в смолу по этому заключил. Он как-то были не то что сколы, а сверху там опламывались кусочки. Он такой, как песчаник. То есть такой в очень твёрдой связке не было. И мне понравилась вторая сторона. Я его перевернул и вот вторую сторону оставил. Я особо не пользуюсь. Он мне как бы кажется, что достаточно крупный. То есть японцы, в принципе, свою задачу выполняют. И как бы... Вот. Ну, скорость, с которой он работает, это у меня такого камня ни одного нет. Так, вот сейчас смотрим. Так, сейчас. Сразу съёмку, чтобы делать. Ну, вот чистый камень. В принципе, в принципе, да. Ну, есть риска. Так, смотрим с обратной стороны. Вот так, кромочка очень интересная. Мне нравится лично. Вот чистый камень. В принципе, да. Ну, есть риска. Так, а теперь пробуем... Значит, чтобы... Пробуем... Пробуем волос отрезать. Так, как лучше вот так поставим, чтобы было... Было видимо. Вообще, здесь освещение, конечно, нуждается. Вот так, кромочка очень интересная. Мне нравится. В этом... В осветителе... Специалисты по освещению. Потому как вот эти фильмы... Они у меня как-то не очень удачно. Происходит так. Вот волос лес вообще... То есть, я вот... Я не вижу волосы. Так, а надо же сделать, чтобы было видно то, что такое. Чтобы видно было в кадр. Так. Все, волос держу. Так. Не знаю, вот в кадр видно, не видно. Давайте пробовать резать. Не хочет. Ну вот, срезал, да? Причем в сантиметре. Так, давайте еще. Пробуем. То есть, он... Ну... Не так активно. Давайте вот так вот. Чуть-чуть на ладошки, как бы. Отправим. Буквально несколько раз так, чтобы... Так. Снова. Нет, не хочет. Не решит. Нет. 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 Так. Не могу понять, кто режет, кто не режет. Так. Давайте ещё раз. Другой голос. А то что-то там мучаюсь, мучаюсь. Ничего не получается. Так. Давайте пробуем ещё раз. Ну вот, режет шикарно. Так. Давайте ещё раз пробуем. Ну всё, только так дотронулся, чпох отлетел. Ну то есть режет. Я, в принципе, не претендую на то, чтобы этот камень финиш как бы записать. Ну хотя, давайте попробуем. Ну-ка ещё раз. Ну отлично. Он прямо срезает чётко. Давайте ещё раз. Ну отлично. Так. Всё. Вот. Ну, по крайней мере, предфиниш он железно делает. Вот. А может он и на финиш пойдёт. Ну, как бы с натягом. Да. Ну и то хорошо. Он работает от тысячника. Суспензии. С минимальным количеством кругов. Там сто кругов. Да. С минимальным количеством кругов. От тысячника до финиша добежал вообще в считанные минуты. То есть, ну очень интересный камень, на мой взгляд. Очень интересный. И он незаслуженно у меня пролёживает. Значит, можно с ним, с этой камней. Не знаю. Может, после тысячника его мочить не надо, да. Но можно на трёхтысячнике поработать так. Как бы не слишком усердно. И потом этот камень. И дальше уже на японцев переходить. Вот. Я думаю, он справится вообще там на ура. Шикарный камень. Ну, на мой взгляд. Всё. Всем пока. До новых встреч. Так. Ну вот. Тысячу грит. Тысячу грит. Ну вот, смотрите. С тысячником он разобрался конкретно. Да. За сто кругов. Ну вот, чистый камень. В принципе, в принципе, да. Ну, есть риска. Так. Смотрим с обратной стороны. Так. 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 Так.